Ядерную угрозу, исходящую от Северной Кореи, в США сейчас, похоже, считают куда более серьезной, чем любую потенциальную опасность со стороны Ирана. По крайней мере, министр обороны США Чак Хегл сослался именно на ядерную угрозу Пхеньяна, назвав ее второстепенной причиной для наращивания военной мощи существующей базы на Аляске и размещения дополнительного радара в Японии. В то же время власти Вашингтона объявили о своих планах по сворачиванию последнего этапа строительства ядерного щита в Восточной Европе. Если бы эта фаза была завершена, ракеты-перехватчики смогли бы уничтожить большую часть российских ядерных ракет. Именно этот вопрос долгое время был серьезным камнем преткновения в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Вернемся в март прошлого года, когда состоялся известный обмен мнениями между Обамой и тогдашним президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым в ходе ядерного саммита в Сеуле. Тогда лидер США заявил, что проявит большую гибкость по вопросу ПРО после выборов. Можно предположить, что президент США выполняет данное обещание, но это вовсе не означает, что России не о чем беспокоиться. Ведь Япония и Аляска не так уж далеки от границ России, и в любом случае США вынашивают планы по развертыванию некоторых элементов ПРО в Европе, хотя и в меньших масштабах, чем первоначально было задумано. Продолжение следует... Да.